МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Выборная гонка во Франции". Политическая виагра для подъема рейтинга. Шарли или не Шарли? Пиар на крови. Кем стали вот эти 10-12 твурдолаков убить? Герои. Коварство и любовь. Отравленный поцелуй Николя Саркази. Убийство Каддафи. Упавшая популярность Франсуа Алланда. Сегодня Алланд, вот список этих потенциальных кандидатов, он явно не возглавляет. Шершеля фам или ищите женщину. Новое дело Доминика Строскана. Секс-заказ на политика. Французская традиция любовных скандалов. Сегодня популярность Строскана во Франции выше, чем популярность Алланда. Тонкости политики и сексуальной скандалы в программе Французский поцелуй. Обмен поцелуями перед камерой значит не больше, чем обмен взглядами на улице. Жанна Моро. Оказывается, существует даже такая наука. Филематология. Наука, изучающая поцелуй. Так вот, по этой науке французский поцелуй или поцелуй-душ отличается от всех иных интимным глубоким проникновением языка в род партнера. При этом у человека работают 34 лицевых мышцы, в то время как при обычном чмокании всего две. Вообще французы считаются законодателями в области любви. С этим связаны и различные истории и скандалы, в которых принимали участие высшие руководители Франции. Президент Франции Меттеран открыто жил на два дома. Вся Франция знала об этом. Но каким-то образом Меттеран устраивал политическую элиту Европы, Франции и Америки. И никто по отношению к Меттерану никаких претензий не выдвигал. Как тут не вспомнить экс-президента Франции Николя Саркози и его страстный роман с топ-моделью и певицей Карлой Бруни, из-за которого он развелся с прежней супругой. Правда, сейчас Николя и Карла поженились, и у них родился ребенок. Не случайно среди французов появилась поговорка «Шершей ля фам, ищите женщину». Пока все идет хорошо, французы снисходительно относятся к грешкам своих лидеров и даже гордятся ими. Один из президентов Франции Эдгар Фур умер в своем президентском кабинете в Елисейском дворце. Не умер, точнее говоря, его схватил смертельный инсульт, в то время, как одна из посетительниц ублажала его, скажем, мягко говоря, не самым традиционным способом. Но, тем не менее, в истории французских республик есть и такой эпизод. Но всегда ли это связано с политикой? Когда значимость политических и финансовых решений резко в мире возросла, всегда, когда мы вспоминаем старую французскую поговорку «Шершей ля фам», надо дополнить. Ищите не только женщину, но и большие деньги. Недавно во Франции начался суд над бывшим кандидатом в президенты экс-директором Международного валютного фонда Домиником Стросканом. Его обвиняют в сутенерстве и поставках проституток сильным мира сего. Журналисты прозвали этот процесс «делом отеля Карлтон». Напомним, первое скандальное дело о попытке изнасилования горничной отеля Софитель в Нью-Йорке было заведено на Строскана в мае 2011 года, накануне президентских выборов. Тогда даже самые завзятые скептики не сомневались, что к этому приложил руку Николя Саркази. Что, впрочем, ему не помогло. И Саркази проиграл выборы невзрачному Франсуа Аланду. То, что случилось с Доминик Стросканом, действительно, многие во Франции и представители общественного мнения, и журналисты, и политики были потрясены. Удивлены, он был потенциально главным кандидатом от Социалистической партии на предстоящих 2012 году президентских выборах. Его рейтинг был очень высокий. И, в общем-то, предполагалось, что он как раз в эти дни выставит официально свою кандидатуру. Должны были потом пройти праймери в Социалистической партии. И наверняка он обошел бы тех кандидатов, которые были в списке, в том числе и Франсуа Аланда. Но, когда произошло это задержание в Нью-Йорке, конечно, на его политической карьере был поставлен во Франции крест. Ну и он должен был покинуть свой пост в Международном валютном фонде. Нынешний президент Франции, лидер социалистов Франсуа Аланда, пришел в Елисейский дворец с большими планами. Он много обещал. Но сейчас, когда позади осталась половина президентского срока, дела во Франции идут куда хуже. Наблюдается откат почти во всех областях. Поэтому сейчас Аланда принимает все возможное, чтобы хоть немного поднять свой рейтинг. Ведь на следующих выборах у него будут такие соперники, как Николя Саркази и, возможно, Доминик Строскан. Сегодня Аланд, вот список этих потенциальных кандидатов, он явно не возглавляет. Хотя его популярность, надо признать, заметно возросла на фоне событий, связанных с бойней в Париже, Шарли Эбдо. И поэтому, конечно, появляются другие потенциальные кандидаты. Среди них называет и бывшая первая секретаря Социалистической партии Франции мэра Лилия Мартин Абри и премьер-министра Мануэля Вальса и, в том числе, Доминик Строскан. Как показывают опросы общественного мнения, больше половины всех французов считают Аланда неудачным президентом и согласились бы даже на досрочные выборы. Его рейтинг в конце 2014 года составлял 17-18%. Ни один действующий президент по всем замерам, которые в период Пятой Республики происходили в свое время, то есть ни Деголь, ни Раскардистен и так далее, не имели столь низкого рейтинга. Недавнее убийство карикатуристов из Шарли-Эбдо всколыхнуло весь мир. Вся Европа запестряла лозунгами «Не дадим задушить свободу слова». Конечно, хладнокровные убийства – это всегда трагедия. Но давайте разберемся, о какой свободе слова идет речь. Во-первых, это были не журналисты, а карикатуристы. Во-вторых, можно рисовать карикатуры на друзей, знакомых, даже президентов. Но есть святые понятия, особенно в исламе, которые никому не позволено трогать. Что лично сделал пророк карикатуристам из Шарли-Эбдо? Ничего. Так зачем было дразнить мусульман? Дергать льва за усы? Понимали ли они, что делают? Мусульманская религия не рисует человека, и тем более не рисует Аллаха, не рисует пророка, не рисует Магомета. И они это хорошо объясняют, что как человеческий разум, как человеческое мышление, как человеческое представление может от Всевышнего, высшее какое-то существо, он недостижимый для него. Для них вот это табу. Совершенно мое жестокое и четкое понимание. Это не свобода слова, это не журналисты. Это художники, в лучшем случае. Художники, которые к своему художеству могут приписать нам 2-3 слова. Складно, может быть, без ошибок, может быть, более-менее гарматически правильно, а по-французски не знаю, но надеюсь, что правильно. Но к свободе слова карикатуристы никакого отношения не имеют. Поражает реакция на эти события. Миллионы людей во всей Франции вышли на улицы. Все подавалось, как трагедия мирового масштаба. Но почему тогда миллионы европейцев не вышли, когда десятки людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в Одессе? Когда ежедневно погибают женщины и дети в Донбассе? Получается, что то, что произошло в Европе, это ужас, трагедия, а то, что ежедневно происходит на Украине или в Пакистане, это не так страшно. Это люди второго сорта, не настоящие европейцы. Без разницы, погиб один человек, погибло 10 человек, или как события 11 сентября 2001 года, погибли тысячи человек. Не принципиальная разница. Абсолютно никакой. Главное, что про это говорили. А теперь посмотрите, какая получилась цена. Кем стали вот эти 10-12 твурдолаков-убийц? Герои. Они погибли за что? За веру погибли? За то, что они доказали, что нельзя вот этого делать. И дальше цена. Тираж. Тираж – это ерунда. Тираж – это деньги. Тираж – это не то, что в данном случае надо. А за то, что стали национальными героями. И на примере, вот не национально, потому что они погибли за религию. И на их примере теперь мы это в школе не увидим. Нам про это говорить не будут. Но на их примере что делают теперь? Учат. Смотри, он погиб за веру. 4 миллиона вышли. Вот цена вопроса настоящая. Смотрите далее. Сексуальный заказ на политика. Временные странности. Вот что будет с каждым, кто пойдет против Вашингтонского консенсуса. Поцелуй Иуды или смерть полковника Каддафи. Каддафи, он как раз зверски был убит именно после того, как его колонна была обстреляна французами. В первой части программы. Французская традиция или смерть президента. Ищите не только женщину, но и большие деньги. Прошла любовь, завяли помидоры. Падение Франсуа Аланда. Его рейтинг в конце 2014 года составлял 17-18%. Ситуацию Шарли Эбдо Аланда использовал на все 100% для поднятия своего рейтинга. Это своего рода политическая виагра, которой он пытается вернуть любовь французов. А карикатуристы из Шарли Эбдо, подняв свой тираж в 20 раз и заработав более 10 миллионов евро, после трагедии благополучно ушли в отпуск. И вообще в этой истории еще очень много вопросов, ответы на которые мы сейчас не узнаем. Действия террористов, которые убивали сотрудников редакции журнала Шарли Эбдо, были настолько примитивными. Террористы, которые теряют документы после убийства, очень забавные террористы, да? А потом их уничтожают только для того, чтобы они не раскрыли, кто они. После этого рейтинг Аланда может возрасти, но политики это не изменить. Это классический прием для создания ситуации, с помощью которой отвлекается внимание от другой ситуации. История Шарли Эбдо, по сути дела, отвлекает внимание от брюссельских бюрократов, которые полностью находятся под воздействием Вашингтона и Вашингтонского консенсуса. Но не будем вдаваться в теорию заговора. Время покажет. А вот в деле другого возможного кандидата в президенты Франции Доминика Струскана время играет очень важную роль. Смотрите сами. Первое дело на экс-главу МВФ завели в Америке буквально сразу после его выступления на заседании Совета директоров Международного валютного фонда, где он подверг резкой критике так называемый Вашингтонский консенсус, разработанный для развивающихся стран. По нему необходимо было максимально урезать все социальные расходы, повысить налоги и тому подобное. К чему это приводит, мы видим на примере Греции. Он поставил под сомнение «Святая святых», «Священную корову американцев», «Господство доллара». Странное совпадение. Он сказал, что глобализация, либеральная глобализация, я цитирую почти дословно, провалилась, и миру нужна глобализация с человеческим лицом. А это означает большее вмешательство государства в финансовое регулирование, потому что отпустить все на волю невидимой руки рынка в нынешних условиях не получается. Он сказал, что нужна большая социальная солидарность, что нужна забота о социально незащищенных слоях населения, и это задача мировой финансовой элиты. Иначе она не выживет. Проходит месяц, и начинается история с Нью-Йоркской горничной. Проходит два года. Строскан уже не кандидат в президенты и не глава Международного валютного фонда. Он выступает в качестве независимого экономического эксперта. Но по опросам общественного мнения, его рейтинг сейчас превышает рейтинг действующего президента Оланда. И вновь, как по команде, против Строскана заводится новое дело по обвинению его в сутенерстве. И опять эти странные временные совпадения. Строскана пригласили в Киев. Он прибыл в Киев и выступил тоже в очередной раз с яркой речью. Но человек, судя по всему, иногда говорит то, что думает. А сказал он следующее. Первое. Никто в Европе не собирается отдавать жизнь за Украину. Во-вторых. Никто в Европе не собирается платить Украине. Не надейтесь. В это время уже началась санкционная истерия на Западе, в Америке, в Европейском Союзе. Строскан прямо предупредил, что санкции ни к чему не приведут. Есть люди, которые почему-то возымели зуб на Строскана и, пользуясь своими каналами, своими связями, каждый раз, как Строскан что-нибудь скажет, что им не нравится, начинают против него какое-то эротическое приключение. Другим соперником Алланда на предстоящих выборах вновь является обаятельный Николя Саркази. Вспомним, как в бытность свою президентом он шаловливо обнимал и целовал целомудренную фрау Меркель. Правда, по свидетельству очевидцев, это очень не понравилось канцлеру ФРГ. Кстати, с нынешним президентом Франции Алландом госпожа Меркель никогда не целуется, а лишь чопорно подает ему руку. Но французы как искусны в любви, так и коварны. Каддафи приезжал во Франции, жил в своем шатре, в районе Елисейских полей. Французский капитал приветствовался на самом деле в Ливии. То есть, что выиграла Франция? Что выигрывает Франция сейчас, помогая и поддерживая не радикальную, но все-таки определенную часть вооруженной оппозиции в Сирии против режима Башра Асада. Тоже же это нужно учитывать, что, в общем-то, сегодняшние французские власти весьма активно взаимодействуют с повстанцами, оказывая различную поддержку, помощь. Не зря мудрые греки говорили «Бойся донайцев дары приносящих», подразумевая, что обнимая тебя, политик может держать в руке кинжал. Тот же Николай Саркази нежно обнимал и целовал тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи, а спустя немного времени послал свои самолеты, чтобы бомбить ливийские города. И более того, есть данные, что именно французский спецназ участвовал в убийстве непокорного ливийца. Муаммар Каддафи, он как раз зверски был убит именно после того, как его колонна была обстреляна французами. То есть напрямую действительно Франция сыграла роль и немаловажную в завершении этой войны, так как она завершилась, а вернее не в завершении, а в продолжении, потому что война-то, как известно, не совершила. И сегодня, по большому счету, вот опять же, многие эксперты, они подчеркивают, что французский капитал строго говоря не выиграл, потому как нефть добывается в Ливии с гораздо меньшими темпами, то есть все эти контракты, они, в общем-то, на будущее оставлены. любовная жизнь нынешнего президента Пятой Республики сейчас покрыта завесой тайны. После вышедшего на свет скандала с поездками на мотороллере кактрисе Жюли Гайе и разрыве со своей прежней подругой Валерии Триер-Веллер, которую журналисты прозвали верным Ротвейлером президента, сейчас Алант не выставляет на показ свою личную жизнь. Кстати, Валерии Триер-Веллер написала книгу о своих взаимоотношениях с президентом, где не пощадила его репутацию. Во всяком случае, эти мемуары обиженной женщины, по мнению экспертов, нанесли сильнейший удар по рейтингу Алланда, который опустился ниже Плинтуса. На сегодняшний момент он живет один, по крайней мере, формально первой леди. Нет, что вообще, говоря, для французской республики не совсем свойственно. Вспомним, когда развелся Николай Саркази, уже буквально через несколько месяцев объявили о свадьбе с Карлом Брюни и до сих пор они и Брюни вместе. В этом смысле, кстати говоря, Саркази, сейчас ведь он стал вновь председателем крупнейшей оппозиционной партии Союза народного движения, он все время появляется на страницах, на обложках газет и журналов со своей женой, ребенок и так далее. То есть он показывает различия. Примерно, семьянин и вот Аланту, у которого непонятно, что там, продолжается ли. Французы непостоянны в любви и в политике. Их мнение может перемениться из-за любой мелочи. Поэтому, хотя до выборов еще два года, борьба за место в Елисейском дворце уже началась. Не случайно такая политическая активность Франсуа Аланда, пытающегося любой ценой приподнять свой упавший рейтинг. Не случайно Николя Саркази в последних выступлениях критикует позицию Евросоюза по антироссийским санкциям, считая их бессмысленными. Не случайно на Доминика Строскана завели новое дело. Так что, смотря на поцелуи политиков, помните, что это может быть и поцелуй Иуды. После дешевых, я бы сказал, похождений господина Аланда, сексуальная необузданность господина Строскана скорее способна привлечь французов. И сегодня популярность Строскана во Франции выше, чем популярность Аланда. Но при этом Строскан мог бы стать если не новым Деголем, то по крайней мере новым Жаком Шираком. Что создавало явную угрозу американским интересам не только во Франции, но и во всей Европе. Поэтому Строскан на мой взгляд был избран в качестве мальчика для битья, на примере которого все должны учесть вот что будет с каждым, кто пойдет против Вашингтонского консенсуса. Иногда за поцелуями скрывается ненависть. Публий Сир Шираком Шираком Субтитры создавал DimaTorzok